Добрый день, меня зовут Игорь Курыло. В этом году я стал членом жюри конкурса Golden Time. И мне было очень приятно познакомиться с вами, с вашими работами. Намного приятнее было бы встретиться с вами вживую, и я думаю, мои впечатления от ваших выступлений стали бы намного-намного ярче. Хотел бы сказать несколько слов о уровне конкурса и о ребятах, которые выступали, не только ребятах, молодых людях, и даже не совсем молодых, которые выступали в этом конкурсе. Для меня очень важным показателем в музыке является оценка, вот критерия оценки музыки нашим известным очень аранжировщиком Сами Нестико, который говорил о том, что в музыке они бывают выше, ниже, быстрее, громче, тише. Самое важное в музыке это красиво или некрасиво. Я старался исходить из этих позиций. Естественно, приходилось учитывать и вот эти вот критерии, которые составляют наш язык, лексикон музыканта. И, конечно же, приходилось оценивать уровень программы и технические возможности каждого из вас. Отдельно хочу сказать о качестве звучания. Очень многие ребята действительно серьезно относятся, и это, наверное, плюс их воспитателям и их преподавателям, они очень серьезно относятся к качеству своего звука. Конечно же, необходимо. Просто обязательно надо учитывать и качество своей интонации, и возможности своей динамики, и, конечно же, технические свои возможности, и штриховые использовать максимально для того, чтобы создавать красивые музыкальные и художественные образы. Многим это удалось, и мне было трудно на самом деле выбирать каких-то фаворитов для себя, потому что там очень много сильных ребят. Ну, все-таки придется выбрать тех, кто для меня оказались более заметными. Из малышей, которых я смог прослушать, это, пожалуй, извините, если будет транскрипция не совсем та, это был Лука Дубинец, чуть постарше Озорнова Татьяна и Мартынинка Ксения. Дальше вот Евгений Пучко-Каленчук, я надеюсь, я правильно называю имена, если вдруг я путаю ударение или транскрипцию немножечко, простите меня, пожалуйста. Среди струнных я бы выделил Киру Довголюк и Николая Кивилова. Среди двуховых мне понравилась Марина Скалина. На ударных тоже достаточно много было ребят, и вот Ангелина Мерисар, мне кажется, будет правильно прочитать. Ангелина Мерисар. Для аккордеона мне понравилась Критская Элизабет. Концертмейстеры. Вот, а у вас вообще отдельная история, это очень тяжелая работа, и я считаю, что выносить вашу работу в отдельную какую-то позицию, это хорошая очень идея этого конкурса. Для меня наиболее интересным концертмейстером стала Елена Когут. Ну и наши композиторы. Вот меня заинтересовали такие склонные к фолк, к такому движению. Это и Людмила Ярош, и еще Евдокимова Ольга. Ну, в завершении своего вот такого короткого описания своих оценок, хочу вам пожелать совершенствовать все-таки свои таланты, развивать их, не бояться выходить и показывать этот талант людям, и идти по простому-простому принципу, от драматических элементов к драматическим вершинам. Пользуйтесь своим языком и дарите людям хорошую, красивую, качественную музыку. Продолжение следует... Продолжение следует...